До января 2020 года в Украине отменили пошлину на ввоз электромобилей. До этого сбор составлял 10 или 8% по льготному тарифу. По сути, парламент убрал искусственную преграду для импорта транспортных средств, которые на сегодняшний день не производятся в Украине. Потому защищать несуществующего национального производителя надобности нет. Законопроект разработан с целью охраны окружающей среды, обеспечения энергетической независимости Украины, упрощения доступа украинского населения к новейшим разработкам и технологиям, улучшения качества и уменьшения стоимости пассажирских перевозок в Украине. Летом в Харькове ежемесячно продавали 40-50 электрокаров. В автосалонах говорят, узнав о январском беспошлином ввозе, украинцы решили повременить с покупками, дождавшись скидок. Однако на деле розничная цена электромобилей снизилась незначительно, ведь изменения коснулись лишь 8-процентной ввозной пошлины. МДС и акцизный сбор импортеры продолжают платить. Эти скидки достаточно виртуальные. В прессе о них много шумихи, но если мы почитаем в цифрах, то там далеко не те цифры, которые заявляет правительство или те, кто принимал этот закон. Денежная разница в таможенной декларации на ввоз одного из самых популярных электрокаров в декабре и январе составляет лишь 16,5 тысяч гривен при цене от 17,5 тысяч долларов. Импортеры рассказывают, большую часть стоимости электромобиля составляет закупка за рубежом, предпродажная подготовка, оформление документации, сертификация, а также доставка. Например, разгрузка и услуги порта в Украине колеблются от 1000 до 2000 долларов, а в той же Польше – лишь 300-330 долларов. Порт монополизирован, то есть определенными людьми или организацией людей, поэтому цифры там, конечно же, завышены. В общем, если снять, как говорится, подправить работу порта и так далее, если стать европейским государством, то 1000 на 3 можно сократить. Куда существеннее снизить налоговую нагрузку мог бы пока только зарегистрированный законопроект 1912, который предполагает временное до 2020 года освобождение импортеров электромобилей еще от уплаты НДС, а это 20%, и акцизного сбора – 119 евро. Если законопроект все же примут, то электрокары могут подешеветь на 28%. Эксперты говорят, подобные уступки в конечном итоге дадут более существенный результат, чем сбор таможенных пошлин. С бензином, с нефтью у нас проблемы. У нас свои недостаточно. Нефтепереработка у нас очень слабая, отсталая. В то время как электроэнергии у нас достаточно. Мы больше получим на развитии электромобилей, всей этой инфраструктуры, обслуживания, заправок. Это нужно развивать, это очень выгодно. Это гораздо больше выгодно, чем те миллионы, которые мы получаем от этих пошлин или акцизов. Освобождение от пошлины не коснется ввоза троллейбусов, электровелосипедов, техэлектротранспорта, транспортных средств для перевозки высокорадиоактивных веществ, а также автомобилей-гибридов, у которых электромотор выполняет вспомогательную функцию в дополнении к основному двигателю. Оксана Зинковская, Борис Буцевич, Медиагруппа, Объектив.